всем привет это подкаст мы в этом живем в студии сашка всем здравствуйте украла у меня рубашку мы команда к вы в студии пашка выходной персонаж так вы что тут охренели все что ли здравствуйте и студии дашка видимо конферанс или как это сейчас называется и любая женская роль короче тоже моя просто стоять чё коин щеки поехали как дела не дурно не дурно приехал на пару дней по работе брат привез из дома маминых пирожочков утку запеченному пирожочку привез маминых пирожочков большой такой контейнер полный пирожков с печенкой и пирожков с луком и яйцом вот а я еще не знал что он привезет еды я еще и еды наготовил приготовил пюрешку чехах били в полный холодильник еды сижу обжираюсь я думал вы стол поставили вот большой сидит книжка прям за столе да а что вы имеете против ромашки спрятались поникли лютики знаешь уже чуть-чуть там когда подъелась да 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 графинчик вот это такой стоит поэтому я на этой неделе максимально объедаюсь вкусными едами такие вот у меня дела замечательно павел я не знаю рассказал я вам или нет что я привез свое кресло на работу давно еще нет вот я привозил свое кресло потому что те которые были в офисе они не выдержали масштаба моей личности понятно вот пришлось привести свое кресло и короче очень бесило шефа что оно коричневое и не подходит а-ля под стиль кабинета спонтом у нас там знаешь дизайн какой-то невероятный вообще и он такой этот самый там заказываем новые стулья я тебе тоже короче заказал и я ну окей хорошо его привезли сегодня собрали оно конечно новое но но блин гораздо хуже и менее удобное чем то которое вот мое домашнее такой блин не круто это как ты говорил это начальнику ну типа блин да ну ну не такое удобное как мое но типа вы просто заказали нищебродское понимаете ну да вот это точнее она не нищебродское упорядочить упорядочить сначала дешевые сначала дешевые сначала с максимальной скидкой сначала уцененные типа ладно ладно заберите ради бога мы даже доплатим вам 300 рублей если если сами заберете ну вот и я там что-то сегодня сидел этом кресле вот так вот не нравилось а куда ты делал свое кресло да никуда я пока просто поменял она стоит в кабинете и мне впадал было я мог типа спуститься загрузить его в тачку чтобы везти домой но это сегодня не она это кресло ты тоже вешаешь всю одежду которая есть у меня там еще два маленьких креселка стоит я на одно маленькое кладу блин богатый на кресла ты человек кресломагнат кресло кресловый барон да знаменитый понятно барон креселье креселье да кардинал креселье даже так сказал господи боже ну что у меня была проведена художная вечеринка да вот и глеб сказал чтобы я пришла сегодня и всем рассказывала как в титровке хорошо и прекрасно ой как в титровке хорошо и прекрасно амбассадор новотитровское лицо официальное поэтому кстати про амбассадорство новотитровки у меня то я в прошлый раз еще не сказала что завела канал в телеге с фоточками из новотитровской там всякая хтонь очень прикольно включать какой-нибудь постпанк знаешь русский и вот листать фороста фотографии блин короче да вот все что там происходит природа котики какие-то старые здания пальмы да вот мне нравится что кто-то написал что я живу там по решению суда но нет нет вот ссылку я оставлю в описании выпуска у нее на ноге браслет это не тот браслет который мы подумали в общем подписывайтесь заходите смотрите я теперь не знаю о каком я подумал да я вот тоже хотел даже вслух это сказать но думаю дашка засмеет не стал говорить браслет с конфетками а часы вот эти да в титровке кстати продаются и там это считается настоящими часами браслет с конфетками это браслет резиночкой буквально через три минуты да а еще это знаешь браслет с где-то 20 30 вероятной вероятностью шанса что ну просто порвется и рассыпется везде а еще это часы которые одна один раз в день показывает правильное время два раза два раза в день офигеть да офигенно да так вот что еще еще появилась у меня электрическое пианино в доме электрическое да электронная короче и и работать стало еще сложнее потому что я не хочу работать я хочу ковыряться в пианино трунь-трунь на трунь-трунь делать вот я уже подобрала немножко курилку курилочку на знаменитый хит скоро сведем записанный трек на всех платформах да да и там кстати есть функция записи так что на и все и теперь вот это что сделать задачу ну подождите хочу вот еще четыре такта разобрать тут интересно как тут что-то это вот тут так прям бумс бамс 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 а что так это глеб а можешь мне вот эти ноты найти значит да таня была дава бум пам пара бум вот эти вот эти ноты можешь мне найти на вот и теперь задача о мой господи где же их распечатать непонятно где нужно принтер покупать да да вот эта вся история вот что еще у меня просто богатый богатая неделя на события я ходила в спортзал прикиньте зачем у них там можно но ты распечатать вот сходила в спортзал и сегодня ходить стало очень тяжело вот что мне там наваляли они все намного сильнее меня просто зашла в спортзал ну чё лохи кто первая очередь выстраивайтесь по разу знаю вас вы шелкала только на вид а сами вообще дрыщи все отбудскали отбудскали получается короче просто хотела поделиться тем что я осознанный так а что ты там делала приседала там приседала всякое вот но я пошла на групповые занятия потому что мне так прикольный ну вот и мы там и гантели тягали ногами и приседали со штангами и что только не делали кроссфит что ли нет так вот и я такая знаешь думаю нафигеть занималась пульс там уже не знаю 220 какой-то до сих пор вот такая довольная что я молодец я что-то сделала в своей жизни вот а утром встать не могу вот так вот короче тяжело это теперь все просто знаете об этом ну что заголовки давай три поросенка пришли в магазин устроили погром и выпили алкоголь так новые сказки я не помню чтобы мы сами куда-то ходили а я припоминаю ну а что ну это знаешь так история про нас в богодельни в барчике знаешь как будто бы мы там перебрали у каждого ну бывают тяжелые моменты в жизни когда нужно ну просто вот расслабиться очень сильно вот они перерасслабились и ну накуролесили и набедокурили кстати между прочим часть пива которая была на пивной дегустации в новотитровской в рамках художной вечеринки была из богодельни кстати немножко подсъемов с этой дегустацией мы потом скинем в ракунгэнг если я не забуду вот такой вот медиаплан у нас расписано все по минутам везде в скобочках со звездочкой если даша не забудет даша может забыть очень сильно четверть россиян ходит на свидание чтобы поесть ну а что уходила когда-нибудь на свидание чтобы поесть дирос какой-нибудь отсылочки но никто не это не предлагает поесть на свидании максимум предлагают кофе вот самый малюсенький милипусенький вот такой вот этот малюсенький милипусенький игрушечный можно кофе пожалуйста просто пластиковая чашка мне кажется для таких нужно ну в кафешках иметь знаешь позицию типа нищенский кофе лох лохи то 001 объем лохи то или лохи ата если лохи лохи ата лохи короче вы поняли я видел тебя однажды на свиданке в маке ну и что там был кофа адам кофа был это была на свиданка куда вы вместе вдвоем пришли это у нее была какая-то кринжовая свиданка вот и она такая ты в центре я такой ну да вообще приди скажи ты чего охренела что ли да дети дома с кем да я в маке мне нужно слиться с со свиданки и в общем собери я прихожу в мак и она даша сидит вот так вот рядом с ней чувак что-то рассказывает прям такой увлеченный там пупупупупупу и она и вот короче надо просто выкупить продукцию на 30 тысяч и потом ты просто сразу богатей же еще мэрс можно потом получить этот рассказ гораздо интереснее чем тот что она говорит я такой понимаю что дашку нужно спасать ну и думаю ну не сейчас же я сидел например бургер и угорал с ним она и она уже на меня вот так вот типа полит почему я не слышал никогда эту историю не знаю мы рассказывали то есть тип видел что ты сидишь какое-то время потом ты подошел ну здоров дашка пойдем да тип того да я помню что перед этим мы ходили по моему на сплита с этим чуваком и я такая типа ну фильм сплит да нет сплит системы посмотреть решили мне кажется это вполне попадает под схему свидания с которого хочется уйти пойдем на сплиты посмотрим я просто профессионал я тебе объясню вот это вот это ну явно китайский да тут не на что смотреть а вот это очень редкий вот 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 это новая фирма никто не знает но там очень хорошая начинка они выстрелят начинка звучит так аппетитно конечно начинка в пирожочках да ладно так и что короче никакой еды на моих свиданиях не было а то есть подожди в мак и он тебя даже не купил в маке он купил лохиата и все я это да не все покупают лохиата и такие типа ну будешь лохиата я такая ну а чё остается сегодня какой-то день истории из интернета ко мне пришла коллега ну типа говорит что делать и рассказывает историю про значит мальчика в их классе который третирует всю школу знаешь ну вот это вот который там в середине урока встает посылает учителя на три буквы делает что хочет типа 10 лет детям и она мне все вот это рассказывает и что ну а директор отмораживается пятая учительница типа сменилась я такой блин да я только думал в интернете такие истории сейчас даша рассказывает про типов которые на первом свидании не могут блин даже похавать девушки купить ну это что такое вообще это существует реально потому что знаешь есть какое-то пересечение не знаю этих групп людей которые девушки которые реально ходят на свидание чтобы поесть и мужчины которые типа такие да и все эти девочки только жрать хотят на свиданиях меркантельные да и они каким-то волшебным образом все время пересекаются между собой знаешь почему потому что они одинокие вот и они типа потому что никто из них по сути не ищет себе пару одна ходит пожрать другая другой ходит по обсирать то что ой меркантельные соки вот и все и они не находятся порой поэтому они все время в поиске каких-то вот у меня девчонка была знакомая которая вообще она сама не готовила и не покупала еду потому что она так много ходила на свидания ну и она постоянно жрала на этих свиданиях ну типа я захотела там что-то поесть назначила свидание мы пошли даша блин вот я помню что учись твои рассказы уже чё понятно но я училась я помню твои рассказы про свиданки я не помню чтобы тебя там хорошо покормили блин это всегда очень покормили кринжатиной вот покормили кринжатиной отборнейший вот это я пулу килограмм отборной кринжатиной такое было это правда ну а что зато весело да пожалуйста black кринжангус для вас мисс кринжангус интересно в сша самка скаты забеременела без участия самца возможно виновата акула да я читал эту новость это конечно вообще жесть это типа ну там конечно с большей вероятностью это этот партеногенез так называемый когда самообладотворение происходит но типа на ней потом нашли короче метки на этом скате от укусов акулы акулы этого вида ну таким образом при коитосе поступают типа партнера своего покусывает слегка и вот скоро это скатесса должна разродиться как бы будет понятно на собственно шо вообще это получится соку ленак тут тута втору возможно это будет с кат акула тута т-р-у-ру скат акула это будет новый фильм будет скат акула против меха акулы вот это вот скат акула против меха акулы и мега акулы Помню, мега-акула Против меха-акулы Что за тупость вообще Там такие актеры Тебе кажется, что вот-вот начнется сцена Из порнухи, потому что они все там Похожи на порно-актеров Так там идеологи так выстроены Как будто реально сейчас они разденутся И типа кадр выстроены Реквизит, декорации, все похоже на порно-фильм И ты досматриваешь титры И ты такой, а так а где? Непонятно Ну все, это до вечера будет Верховный суд разрешил Не возвращать подарки бывшим Все, пук, печать Не возвращаем Это мы не возвращаем Там судились, потому что какой-то мальчик Подарил своей девочке Айфон 12 тысяч, мега-про, макси-плюс, мини Фу, бля-бля-бля Из-за middle of the night забыл сказать Сигаретном отделе продавался, что ли Возможно Таксиги обычно Вот, и что-то там еще и денег дал на ремонт А потом они расстались И он такой говорит, верни мне Айфон 2000 Бля-бля-бля-бля Вот, а она такая, ну не верну, это ж подарок был И они такие, пошли судиться И суд сказал, вы что, сумма сошли? Ну суд сначала сказал, ну может быть вы и правы А потом, ну, ну, может и нет, странно Ладно Ну, наверное, пусть будет, ну, может, половину суммы вернет А они там апелляцию подали Они говорят, апелляцию Типа, да нафиг надо Ты че подруга, блин Ну подарок был, алло Че ты, блин, стой на своем Пошел ты нахрен, козел Понял, все А потом Верховный суд говорит Блин, да девочка моя Блин, ну конечно, он тебе подарил нормально вообще Там вы еще как бы в браке не были Я как будто в реальном судебном заседании Там все так и происходит, как Даша говорит Вот, девчачий суд Так вот Девчачий суд Я посмотрел Я бы тоже смотрел Короче, и он говорит, да Типа, вы в браке не были? Не были, ну суд, подарок, подарок Ну типа, алло, пока До свидания, дружок Подарок не отдарок, блин С детства надо знать Надо было думать, что Дарилу Ну типа, че Вот этот сто процентов на первом свидании Желобяра не кормит девушек никогда Ну теперь-то точно не будет Потому что денег нет Извини, пожалуйста Просто, ну я теперь экономлю на свиданиях Потому что мне надо айфон отбить Который я не отсудил, да? Господи, боже мой Если ты, блин, не можешь за бабу заплатить Сиди дома Ни с кем не встречайся вообще Фу Противно, блин За бабу За бабу За девочку За женщину За девчонечку За красотовочку Нормальный мужик должен за свою бабу платить За Заю заплати, блин Пахла, кто обязан Хочет она, блин, салат с руколой Купи ей, блин И бокал вина Если хочет Сам ничего, блин Крошки поешь Если хочет, чтобы в бокал Где 150 грамм Налили 300 Пусть 300 налью Все нормально Я хочу вина Теперь Ну Ёлки-маталки Ну что такое Ладно Вино-то Самое то на милкшейк сверху Залейте вина Ну да Винкшейк В России дорожают огурцы А в Петербурге Слабительное То есть Мой любимый салат Из огурцов и слабительного Теперь мне недоступен Получается Господи Из огурцов и слабительного Как надо ненавидеть человека Чтобы такое ему предложить Салат называется Очищение Детокс А как это Скраб для кишечника Кишечника Это если еще песочка Чуть-чуть Не, но говорят, что капуста Это скраб для кишечника Кто говорит? Всякие в интернете Капустоведы? В интернете говорят Заги-нутрициологи Из соцсетей Это очень полезный Голожопый философ Битва за семечки В Петербурге Перетекла в побои шампанским Битва за семечки А побои шампанским Подочнется битва за семечки Интересно Ну, это как-то связано С повышением цен На слабительные Может, кто-то провернул Очень хитрый маневр А семечки Это не скраб для кишечника Случайно просто Вроде нет Вроде наоборот Это такое, типа Нехорошее Для кишечника Забивают Забивают Все Короче Типа кто-то пытался Украсть семки Продавщица это увидела Такая А ну Ахать отсюда Охрану вызову Охрана пока там Растележится В общем, они начали Драться Кто-то схватил бы Тулк шампанского Ну да Вот В общем Так себе Ситуация На самом деле Блин, драка за семечки Это Я считаю, что У битвы за семечки Должна быть своя Статья в Википедии Битва за семечки 2024 Следующий день рождения Продавщица с одной стороны Сомнительный Бичеватого вида Человек с другой Следующий день рождения Я буду отмечать В стиле битвы за семечки Это будут, типа Как бы Такие, как Олимпийские игры Только как-то по-другому Названные Поняли Эти вечеринки В стиле Гэтсби Идите вы нахрен Вечеринка в стиле битвы за семечки Большие гонки Да, там тебе будут Драки на подушках Нагиев будет вести Да, я закажу для тебя Картонную копию И пучу звезд Чтоб они участвовали Вау Да Антон Макарский, например Или Этот Как его Елена Воробей Нет Певец Твой друг Как же же его Друг твой Вы теперь друзья с ним Алексей Чумаков Чумаков Мой близкий, да В общем, да Их всех Забытых Жизнью Алексей Чумаков Не забытый жизнь Он очень популярный Ну хорошо, хорошо Ладно Лёх Они не шарят просто Каждый третий россиянин Тайно слушает русский рэп Тайно А прям надо тайно слушать Прям, ну Ну извините Так получилось Представляешь, там Как оперативная съёмка Выламывают Вот этим Ломом железным Тараном Дверь Врываются Врываются Старые рокеры Не забывай свои корни Так все мордой в пол Вызадут Рэп Слушайте русский Нет, нет Это не мы Это не наш Нам подбросили Эту аудиозапись Как можно подбросить Аудиозапись? Ну да В том Я пытался И прикол Из этого Ввести Убийца веселье Привет Так, ну и Лиса Стащила телефон У сотрудника Службы защиты Животных И сняла себя На видео Прям хорошо Прямо хорошо Прочитал Ну и Лиса Стащила Телефон Ну я Видела Видео Чувак просто Поставил Вот так Телефон Чтобы Снять её На фронталку Лиса такая Сидит А куда смотреть И как только Чувак отходит Она подбегает Хватает В пасть Телефон И дальше кадр Ну типа Вот так Вот ноги Лисы И она бежит Блин, нафиг Ей не нужен Этот телефон Ну селфи Девчонки Селфимся Всем лесом Продать Купить Себе Например Что? Шубу У неё и так есть Из зайца Чёрт Из зайца Ой Ну не знаю Стейк может купит Что там Лиса любит есть Грибочки Курочек Хлеб Но в круглой форме Поясни Колобок А А Оооо Так там же Ну Его ж не покупают Он сам прикатывается Его не покупают Он сам прикатывается Это как чёрный плащ Паша сегодня Ацетатник Из бога Да Ой, ну что Фух Фух А Нонс В студии Редбарн Выходит новый сезон Подкаста Петсовет Он поможет прийти К осознанному Петродительству Ведущие Вместе с ветеринарами И зоопсихологами Расскажут Как подружить кошку С собакой Подобрать корм И устроить Любимцу Лучшую вечеринку В новом сезоне У микрофона Собака-мать Полина Ежова И кота-отец Тимофей Бенедиктов Выпуски можно послушать По ссылке В описании подкаста Слушайте вместе С пушистыми друзьями Ну что, ребята Хотели рубрик-бубрик? Да! Спасибо Получайте! Диетолог раскрыла Необычный факт О пюре быстрого приготовления Оно необычайно Быстро готовится Необычный факт О пюре быстрого приготовления Что оно Делает вас богатым Достаточно просто Съедать 5-7 пюре Пюрешек в день Как деньги сами Липнуть будут К вашим рукам Это самый главный секрет Богатого мышления Необычный факт Джон Рокфеллер В начале своего пути Этот секрет знают Только самые богатые Они постоянно едят Эти пюрешки на завтрак Но никогда не рассказывают Об этом Только 700 человек В мире Владеют этим тайным Просмотр у Риалса Полтора миллиона Знаю только 700 человек Так вот Мне кажется Что если ты съел пюрешку Ты типа хочешь много пить После нее И ты разбухаешь Типа такой факт О пюрешке Необычный факт Или как там Ну необычный факт О пюрешке На самом деле Она хоть и кажется Ну чем-то неистово химозным Но она на самом деле Делается реально Из картошки Да я тоже слышала это Ну из крахмала Да Нет Картошку Реально вываривают Типа Измельчают Высушивают Это знаменитая картофельная перхоть Да Знаменитая Да С гастролями Единственное что туда добавляют Сегодня в ДКЖД выступают в Краснодаре Все таки химозинку туда добавляют Всякие усилители Вкус Откуда вот эти вкусы С королевским ягненком Я такое не ела А мы с Сашкой каждый день такое едим Да Поэтому мы так богатые Да Потому что только 700 человек в месяц Это этот секрет Я хочу тоже С телятиной Или что там сказал С королевским ягненком Ягненком Моя самолюбимая пюрешка с богатством Да А еще знаешь С 5 рублевыми монетами С королевским ягненком на мангале Вот вообще супер Правда? Я не понимаю Так, секреты дешевые пюрешки Я помню, как я ела Я уже рассказывала миллион раз Эту историю Еще раз расскажу Пюрешку со вкусом оливье И какой у меня был Жуткий диссонанс в голове Я не понимала, что я ем Пюре или оливье Я не так давно Не так давно подумал, что Ну, я не ел эту пюрешку Наверное, со школы И дай-ка возьму Взял и такой Ну, я частенько беру, если честно Я тоже Если ее бафнуть маслечком Нормально получается в целом Мое любимое пюрешка Это бизнес-меню Для богатых, да, как бы Потому что там в пакетике Не просто соус Там реально тушеная курочка Или что-то такое И она офигенно вкусная Там что-то 104 рубля стоит 109 рублей стоит в притерке Офигеть Да, и там вот эта пюрешка И как раз соус И Ну, вкусно короче Вкусно So way to Понятно Может быть, из этой пюрешки Офигенная маска для лица получается Может быть, на нее можно обои клеить Это же клеить А может быть, есть какой-то конкурс По лепке из пюрешки Я даже знаю, в каких именно местах Такие конкурсы Вот вам четкие из пюре Вот нарты Жестко Так вот, что еще Можно Может, какие-то курсы рисования пюрешки Знаете, как винная живопись Только это пюрешковая Курсы рисования пюрешки Завариваешь И потом вот Рисуешь натюрморт Проголодался съем Пюрешка с вот этой вот Оторванной штукой Здесь яблоки, виноград По бокам Голая женщина Вонище какая-то странная Химозная Как ты вонищу нарисуешь А, женщина Назадит Фу Просто недовольное лицо Так вот Факт о пюрешке Может быть, на самом деле В ресторанах Высокого класса Нам подают Эту пюрешку Под видом Настоящего пюре А, ну блин Когда ты идешь В ресторан высокого класса Как будто тебе не хочется Заказывать пюрешку Я постоянно Там заказывал пюрешки Ну, кстати Натыкался на интернет В интернете На видео Где говорилось Что, ну типа Один из именитых Шеф-поваров Очень прославился За счет именно пюрешки И там дальше был рецепт Как он именно Готовит пюрешку Я лайкнул Я попробую Как-нибудь приготовить И там нет картошки Нет, там Ну, по сути Классическое пюре Все нормально Вот И это блюдо У него в ресторанах Прям заказывают Я уверен Что он вот не делает Как в столовках Знаешь, так волночками И сверху соуса Из гуляшана Да-да-да Я была Относительно недавно В ресторане Я брала там пюре Из батата И без строганов Пюре из батата Так вкусно Господи боже Это вообще Великолепно было Очень вкусно Очень Всем советую Так Что там Необычный факт О пюрешке Может играть С ней В пюрышки Ляп Такой Прилетел Если туда Посыпать Там, не знаю Овощички Травушку То получится Суперполезная Пюрешка О, а я думаю Смотри Если такую пюрешку Ну Просто пересыпать В кастрюльку И сделать суп-пюре Будет же суп-пюре По идее По идее, да Только единственное Что Если ты его будешь Использовать Несколько дней То это же все будет Осадком выпадать туда Или разбухнет И будет как каша Ну, то есть Это, наверное, такой суп Который ты вот сварил Сразу Порционно съел Да, и все Ну, интересно Ладно, ладно Я помню, я брала пакет Пюрехи такой Ну, то есть Она без всей химозы Просто вот Да Дегидрированная картоха Да, да, да Дегидрированная картоха Которую ты завариваешь Солишь, перчишь И я помню Я сделала Какие-то две котлетки Дома было Пару соленых огурчиков Я такая Идеально Да Может, если Пюреху эту Просеивать вот так Вот, как старатели Через сито Там есть кусочки Золотой руды Или зуб Или зуб Или зуб Динозавра Например На эту пюреху Можно приманивать Студентов Сто процентов Вот я помню Меня так приманило Я так вообще Я так и поступил Да Собственно Вот Я помню У меня Бывали периодически Такие пюрешки В университете Да, вот наверное Последний раз Учились с тобой Да, да На одном курсе Вот И они у меня Часто пропадали Вот Я такой Денис Без понятия О чем речь Ну это точно Не Паша Я вообще Никогда Не брал Эти пюрешки Которые На второй полке В шкафу У тебя Вот так В глубине Возле стенки За чаем Понятия даже Не имел Что они там были Ладно Давайте узнаем Правду Значит Говорят Что нельзя Утверждать Что Быстро Растворимые Пюре Вредны Говорят Что нельзя Утверждать Ну я так сказала Отстань То есть они хотят Сказать Что быстроразводимые Пюре Не вредны Да Но и не полезны Ну то есть Типа Ну они никакие Нейтральные Потому что Пока их готовят Там сложный процесс Приготовления Все полезное Из этой картошки Естественно Там куда-то убегает Арифедерчи Да Амигос Адьос Адьос Я думаю Ну вот в процессе Приготовления Вот этой вот Сухой пюрешки Оттуда Специально Забирают Все полезные Вещества Какие-то И делают Специальную Лимитированную Версию Вот Полезный пюреш Да Вот С королевским Ягненком Не-не-не Эту полезность Которую Выкачивают Из этой картошки Добавляют В БАДы И продают Задорого Да И БАДы Нормально И БАДы Полезны Для здоровья Как говорится В общем Следующая Бублика Россиянам Раскрыли Опасность Ароматических Свечей Ну Смотрите Очень дорого Опасность Для вашего бюджета Нищенство Опасность Они стоят Как не знаю Крыло от самолета Реально Эти свечи Но они все нужны Мне очень сильно Еще Еще Тебе же прислала Наташа В посылке В прошлый раз Мы открывали Я хочу еще Достаточно тебе Пока Да Школу Вот этот Четверть Закончишь Без троек Тогда подумай Вот и серьезно Опасное Там что-то нужно Опасное Это пожароопасность Потому что Я не знаю Какого черта Почему Все такие Типа Вау Это так круто Все вот Пинтерест Да Вот свеча И сухоцветы Да Рядом с сухоцветами Над прям Свечой сухоцветы Чтоб вот так вот Камыши на это Прям вот на него Ложилось А камыши горят Очень быстро Да очень быстро Вот Все кто в станичке Жил возле речки Знают вот это Когда начинают Поджигать камыши По весне И там целая черта Такая Горячего И вот просто берег Такой Жесть У меня есть дома И камыш И свечи Ну я Ну хотя бы На расстоянии Я их развожу Те которые рядом С камышом стоят Я там и не жгу их Типа это Красивые свечи Не для сжигания Да Не для сжигания Это антресольный вариант Да А есть такие маленькие Которые вот Чайные Ну типа чайные Еще там какие-то разные Отчаянные Отчаянные Ладно Еще какая опасность Свечей Ну что они быстро горят Сейчас Часто вот эти свечи Которые Мы погорели две минуты Все пока Так Я где-то слышал Что вообще Вот эти ароматические свечи Это в целом вредно Почему это Ну масла какие-то Да вот эти масла Они в воздухе Обожаю масла в воздухе Вот Да Все эти Ну мед Ну медятина Вот Может быть это опасно тем Что ты ну сильно начинаешь Кайфовать прям Ты такой Господи в какой Атмосфере Находишься А потом тебе надо Опять в жизнь идти Работать там Что ты Ты такой Слишком расслабился С вечки мне обещали Что у меня будет уютно И тепло Слишком расслабился А еще опасность Допустим у вас Уродская квартира Вы везде Пораставляли свечи Зажгли их И свечи такие Смотри Как интимно и хорошо Так приятно Сразу уют Появился здесь А потом ты включаешь свет И такой Ну тут даже мы пасы Я черт его знаю Тут дырка Блин В полу Соседей видно снизу Значит так Когда вы Поджигайте свечки У себя дома Будьте внимательны Как они расположены Возможно вы Случайно Вызовете Диавол Случайно Случайно Не говорите Ничего на латыни Постарайтесь Инвина Веритас Вот это все Все знания Да-да-да Да Есть опасность Если ты зажигаешь Ароматические свечи А дома есть колбаска Есть опасность Соблазна Пожарить колбаску Над свечой Маршмеллоу Маленькую Да Мы как-то с Глебом Жарили колбасу На свече Пьяные Я ни капли Не сомневался Это 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 прям Нам было очень смешно Вот если бы мне Кто-то сказал Значит Вот представь Я знаю чем я займусь Пара твоих друзей Да-да Кто из них Кто из них Угадай Жарил на свече Пьяные Колбаску Я такой Ну это Даша и Глеб Даша и Глеб Глеб и Даша Дашка и Глебас Глеба тебе и Даша Кто из них Ну да Нам было очень весело Чтоб сомневался Чтоб блин Это даже весело сейчас А мы ведь даже там Не присутствовали Конечно Вот так что Ну и вкусно Да нет Это не вкусно На самом деле Потому что С свеча все-таки С свеча ароматами сандала Колбаса получилась Да-да У нее получается Какой-то больше Горелый Горелый Парфюмированный запах Какой-то С колбасой Типа Как будто бы ты надушился Но был в столовой И там что-то сгорело Честно Блин Я часто так попадаюсь Ну типа Когда я надушился И в столовой побывал Я пропах Вот этой вот Столовской едой И от меня еще Парфюмом пахнет И я такой Ну и что я за этот человек Такой вообще ужас Пол зарплаты На Гуччи Там потратил Свою Или что там Какие духи у тебя Гуччи вообще есть духи? Да Слава богу А то опозорилась бы А ты и так опозоришься Не переживай А у нас же Все смотрят такие Которые Главная история Главная история Про колбасу на свече Это не позор Я думаю Что наши подписчики Больше, знаешь Накидают в своих истории Про пюрешку Да Тем про духи богатские Кстати, да Кидайте Мы вообще обожаем Эту всю историю Когда вы нам что-то Рассказываете Про свои вот эти движения Которые сочетаются С историями Которые мы здесь обсуждаем Да Это круто Согласна Согласна Свечи Чем опасны Ароматические Они провоняют Своей запашностью Ну, опасны Вот эти свечи Которые, знаешь Там Прибегает твоя зая Любимая жена твоя В каком-то Вот этом магазине Такая Ну, вот это вот Понюхай Это прекрасно пахнет Это нам срочно Надо купить Ты такой нюхаешь Ну, ничего Ну, прикольно Нормально Ну, ладно Да Надо, наверное, покупать Плачешь Покупаешь Соответственно Приходишь И вы ее нюхаете Второй раз Она прям отвратительная И ты такие Ну, в магазине Шипа Хорошо Пониму И вот эта опасность Разочарования От этого всего Она тоже имеет место быть Значит Опасность Ароматических свечей Есть такие Свечи Которые вкусно пахнут Ну, вот Аппетитно Нагоняют Вот аппетит И ты хочешь кушать И такой Да елки-палки Я же себе пообещал Что не буду жрать Всю ночь Опять Как всегда Елки-палки Сидишь Свечу ешь И пошел В темноте В свете Свечи жрешь Котлету холодную И плачешь У меня так Не со свечами А с вот этими гелями Для душа Помните Были Как она Линейка Это называлась Они прям Все пахнут Как молочные коктейли Для пяти марселин Нет Дольче милк Да-да Там банановый Шоколадный Да Они очень ярко пахнут Да Ну елки-палки Это нет Ну нет Ее нельзя Прохнуть Я хочу еще милкшейк Ну в смысле Как я ее намажу На голову Если она прям Пахнет бананом Ну это же еда Это же еда А вот это пахнет Клубничкой Ну я же знаю Этот ароматизатор Он везде используется И все в литуале Ходят Оборачиваются На пашку Типа Шампунь И пузыри Таким Саш Как вот в этих Комедийных фильмах Девяностых Да Есть опасность еще Когда вот Твоя зая Твоя вот эта Вот пубусечка Приходит На тебе Понюхай свечу Ты Так от души Типа Вот так делаешь Так вот А она вонючая И ты такой Есть еще опасность Что вот эта Твоя зая Бубусечка Любимочка Роднулечка Приносит свечку И говорит Ну классная же А ты такой Нет И все Переломы Ты в больнице Ну да Не оценил Получается Не прочувствовал Или знаешь Она тебе вот так вот Подносит свечу В магазине Говорит Вот понюхай Прикольно пахнет Ты нюхаешь Пахнет совсем не прикольно Прям вот вообще Не прикольно А ей нравится И свечка даже называется Неприкольный запах Да Она такая Ну Антисашковый запах Запах неприколов Запах неприколов Да Вот И ну свеча все равно Покупается И ты нюхаешь Вот этот неприкольный запах И такой Ну блин Вот это так С большинством Парфюмированных Штук Может случиться Ну да Начиная от дорогого Парфюма Парфюма Заканчивая освежителем воздуха Да Я хотел не такой Блин Мы как-то купили дешевый освежитель воздуха Ну мне воняет Морской бриз Нет Он сакура И вот он И это сакура Я ненавижу Сакура Хвойный лес Хвойный лес Блин Я только рада буду Я помню что Когда-то Во времена бытности в общаге Девчонки-соседки Купили какой-то Судя по упаковке Супер дешевый освежитель воздуха Он назывался Вот как-то Он назывался освежитель воздуха Типа да Очень просто И он так офигенно пах лимонадом Он прям блин Пах лимонадом Как будто вот хотелось Побрызгать себе Потому что Возможно у меня есть Какие-то проблемы С парфюриверными стилями Я сейчас понял Но проблема в том Что типа Я больше не видел его никогда В своей жизни Ну то есть я такой Блин надо купить такое Я покупаю вот эти разные лимонные Смотрю и все Но это все не то А у вас какой-то оранжевый Там какие-то мароккандские каникулы Или какие-то Да это у Даши спроси Я его люблю Вот это вот Я украла у вас парочка Испанское гитарно-винное настроение И ты сидишь в туалете У тебя гитара А тут блин Сомбреро Я не знаю что там Какой-то блин Человек загорелый Мускулистые оливки Тебе принес А ты все это время На горшке сидишь Ладно, давайте узнаем, чем опасны свечи романтические. Давайте, давайте узнаем. Ароматические свечи могут вызвать аллергическую реакцию. Мы, блин, тут за 10 минут вам накидали гораздо более интересных статей. Давайте будем честны. По-моему, вообще все может быть аллергеном. Да. Вообще все. Да. Включая даже, не знаю, воду. У вас аллергия на слово аллергия. Не говорите, это доктор. Ёлки-палки. Ну, понятное дело, там вот эти все отдушки. Это же очевидно прям совсем. Ну да. Следующая. Следующая бубрика. Россиянам указали на действенные способы улучшить жизнь. Богатство. Богатство. Да, деньги. Зарабатывайте неприлично много денег. Да, да, да. И все сразу классно. Будьте богатыми. Че вы? Не будьте бедными. Ну и делайте хорошо, не делайте плохо. Ну да, да, да. Что еще улучшит жизнь? Милкшейк. Ну, на какое-то время. На какое-то время. Да. Правильное освещение дома. Ну, это приятно, да. Да. Вот, знаешь, есть... Здравствуйте, а мы сегодня находимся дома у Сашки. Итак, это прихожая, это туалет. Здравствуйте, Александр. Закройте дверь. Вот это кошка. Вика ушла на работу, потому что она единственная в этой квартире не занимается фигней какой-то. Кошка тоже не занимается фигней. Да, конечно. Она делает свои кошачьи дела. Приходишь, у нее весы маленькие, она там что-то взвешивает, по пакетам фасует каким-то. Это что? Зарабатывает. Зарабатывает. Так, что еще может улучшить жизнь? Новое классное платье. Пробовал когда-нибудь? Ой, да, страус, слушай. Это такая жизнь, да. Боже мой. А нет, еще, знаете, покушать. Вкусненько покушать. Да, вот я только хотел сказать, просто роллы. Ну, типа... Роллы. Роллы. Такой, ну, грустнявый. Что-то день такое говно уныло. И ты такой... Еще, знаешь, посмотрел в холодильник, а там, ну, вонючая отварная грудка без вкуса позапозавчерашняя. И с плесенью. Да, что-то там плесневеет в углу, и ты такой мышь на табуреточке петлю налаживаешь. Да, 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 и ты закрываешь холодильник и такой, я заказываю роллы, все. Да, да. Или пиццу. Тут насколько может быть плохо, если плохие роллы. О, да, 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 да. Такой, блин. Ну, тут, ну, как знаешь, каждый человек городской такой вот, он должен иметь свой-свой терлист. Вот, вот, топ моих сушилин в городе, you know, вот, по соотношению цена-качество, по всем другим параметрам. По близости к дому. И самое забавное, что вот эти вот списки у людей очень сильно разные. То есть ты, у тебя... Списки у людей разные. У тебя может быть на первом месте определенная сушильня, и ты такой, типа, вот здесь вообще супер. Цена, ну, прям дешево, качество супер, доставляют быстро. Ты советуешь другу, и он такой, ну, я заказал полное дерьмо за дорого. Че? Как это? Я такой, да блин. И причем ты у него спрашиваешь, а ты какую заказываешь? Тоже заказываешь. А там дерьмо. Да. Я думаю, что сушильни, они просто выбирают себе людей сами, и кому-то отправляют... Сашке хорошо отправь, поэтому, блин... Это не вы выбираете сушильню, а сушильню. Сушильня тебя выбирает, да, да. Вот Сережа плюнь туда еще. А давай ему вообще не поймем. Да, договорились. Пошел он. Ну, это он в Титеровке похож. Он заплатил, да, ну и пошел. Если честно, не сушильней, у меня так было один раз со Стамбулом. Ну, типа... С целым Стамбулом сразу. Был прикол в чем. В свое время как-то меня Дашка, супруга, еле уговорила, чтобы мы туда поехали. Я такой, да я же был на All Inclusive, там вот на побережье. Че там, ну, ничего особенного. И мы приехали в Стамбул, и я такой... Ого, мне так нравится, здесь все, сколько стоит квартиры, давай здесь вот и переедем. Давайте мне донор, давайте мне то-се, как удобно, на пароме за 30 рублей. Я плыву через Босфор, мы гуляем здесь. Я представляю, что реально Пашка вот так вот весь отпуск и провел. Да, Принцовострова! Как мне все там нравилось, и, короче, мы у Миши как-то, у моего друга сидели, и пришел еще один там наш знакомый, говорит, мы же ездили в Стамбул. Я такой, ну и как вам там, типа, и только рот открываю, типа, сказать, что мне так... Полное говно, да? Он такой, да, стой, полнейший. И он перечисляет все пункты, которые мне там нравились. Он такой, вот это, блин, непонятно, этот паром, вот это, куда тебе не надо, надо на этот паром. Я такой, ты через Босфор за 30 рублей плывешь через Босфор на фоне этих, блин, древнейших всяких штук офигенно красивых. И он такой, мы, блин, плавали каждый день на этом пароме, как нам не понравилось. Ты кто мой? И в конце он такой, ну и еда невкусная. Да как ты смотришь? И умер. Вот так и было. Правдивая история. Так, а еще способы улучшить жизнь? Значит, стой, значит, что? У меня просто все варианты что-то купить или поесть. Все, что улучшает мою жизнь. Ну, или увидеть, как опростоволосился твой заклятый враг. Это знаешь, вот, ну типа, в офисе у тебя есть, ну вот, заклятый враг. Вот какой-то человек. Врагиня. Он даже не знает, что ты его заклятый. Ну, условно, говнеслав какой-нибудь. Вот, вот, этот говнеслав такой весь, что-то выделывается, как всегда, бесит тебе жутко. Пока что этот говнеслав сраный. И тут выясняется, что он допустил какую-то фатальную ошибку, лоховскую, в документе, опростоволосился максимально, и его вызывают в начальство и отчитывают. И ты такой, ну-ну, получай, говнеслав, да-да-да. И сразу настроение хорошее, когда плохой человек получил поджопник. Это вообще здорово. Ну да, это прикольно. Мне всегда, когда Сашка говорит, какой-то из твоих недругов, какой-то твой враг, я думаю, какие у Сашки могут быть враги? У меня куча врагов. У меня куча врагов. У меня куча врагов. Сашка самый добрый человек, которого я знаю. Какие у тебя враги? Да нет, он такой добрый. Это потому, что ты мне не враг. Пока что. Ой, блин. Да. У меня много врагов. Да-да-да. Вы думаете, чем я каждый день занимаюсь? Ну кто? Джафар из Аладдина. Да такие у тебя враги или что? Да-да-да. Вот это вот, это самое, медуза из русалочки. Злая рука. Урсула, да. Злая рука. Злая рука. Ну, это кошачьи враги уже. Кошачьи враги. Ну, он и твой враг, например. Она, в смысле? Иногда Сашка сам злая рука. Наверное, как. Если из кошачьих врагов, то вот этот голубь за окном, который сидит и такой... А, я думала, который у нас сдох на подоконнике. Все, ты и факи крутит. А ты будешь когда-нибудь таким же свободным, как я, курлы? Говорят, пока лох. Пока лох. Ладно, давайте узнаем, как там уже эту жизнь можно лучше сделать. Навык качественно и быстро делать свою работу позволяет организовать день так, чтобы времени хватало не только на офисные дела, но и на отдых, хобби и сам развитие. Ага. Фу. Да-да, записывайтесь на наш марафон-курс желаний «Энергия-космос». Там вот то же самое мы расскажем за деньги. Планировать вообще ненавижу. Да. Ну, типа... Согласен. Я планирую... Все мы помним, да, как планируются посты. Если Даша не забудет. Вероятность высокая. Так вот. Вот мое вообще нелюбимое. У тебя список дел. И, по идее, когда ты все вычеркиваешь, все пунктики, ты такой... Да. Но это тварьский список. Ты два дела вычеркнул, одно добавилось. Еще там одно вычеркнул, еще два добавилось. И эта хрень, она не заканчивается. Это бесконечно. И я такая, ах ты, б***ь, список. У меня есть воплощение этого в компуктере, называется Bittrex24. Да, да. У меня тоже есть всякие приложуки. Почему? И вот этот звук тень, с которым новая задача постановится. И ты такая, что? Почему? Зачем вы мне писали? Почему вы хотите, чтобы я работал? Ну, короче, вот это я ненавижу. Планировать вот это, работать. Понимаю. Когда уже Глеб разбогатеет и будет меня содержать? Да, когда ты так разбогатеешь, чтобы содержать всех нас? Да, пора уже. Алло, ты же наверняка хочешь содержать 35-летнего мужика, а? Да он согласен, если ты шашлык будешь ему жарить все время. Блин. Интересно. А вот если перевести все-таки это в масштаб работы, через сколько я буду к этому относиться так же паршиво, как вот быстро? Никогда не работай в шашлычной. Будет ли это меня угнетать? Я не хочу, не должно быть. Шашлыки должны тебя вдохновлять. Это закон. Пук печати. Да, да, правда. Это правда. Шашлыки, когда они сделаны без души, они... Они... Они такие... Э? Они как говнеслав. Да, да. Говнеславные шашлыки. Говнеславные шашлыки. Говнеславные шашлыки. Ой, ладно. Ну что, давайте заканчивать подкаст. Давайте. Я хочу еще один milkshake. Угу. Угу. Понятно. Шейк-шейк-шейк. Сахар. Шейк-шейк-шейк. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Make your booty. Сейчас сахарная кома будет у тебя. Что это такое? Ой, простите, извините. Вот она сейчас вот побесится, побесится, опять выпьет milkshake с сахаром и ее выключит просто. Ничего, ничего, ничего. Пускай, пускай побесится, устанет, раньше спать ляжет. Нормально. А с вами был Сашка. Это был я. Всем пока. Был Пашка. А это я. Пока-пока. И была Дашка. Нежный цветочек. Покеда. Ну что? Ну что? Да ничего. Да и так. Да и ладно. И все, кажется. Ну, семечки есть в кого-нибудь? Давайте посрем кого-нибудь. Слыхали? А Витька-то пьешь? Витька-чейк. Да. Витька-чейк.